Привет, с вами Александр Иванек, Hotline Video и двухсимный смартфон компании LG G2 Mini. Новинка получила заметно более простые в сравнении с флагманом характеристики, унаследовав при этом дизайн и программные особенности топовых устройств производителя. В смартфоне легко угадываются фирменные черты, скругленные углы, сетка динамика с металлической вставкой над ней, тонкие рамки вокруг экрана и, конечно же, блок клавиш на тыльной стороне, rear keys. Судя по тому, что защитное покрытие дисплея не царапается, здесь используется стекло, а вот олеофобное покрытие отсутствует. Справа от разговорного динамика находятся датчик приближения и фронтальная камера. Под экраном можно заметить логотип. Клавиши управления перенесены на экран. Для разблокировки экрана не обязательно пользоваться механической клавишей. Можно использовать двойное постукивание по экрану, тук-тук, или комбинацию из нескольких прикосновений, кнопк-код. Кнопк-код не просто выводит смартфон из спящего режима, но и разблокирует экран. Последовательность нажатий можно делать в любой части экрана. То есть вам не нужно тянуться к определенной области, а просто набрать свой код в той части, где находится ваш большой палец. Код может содержать от двух до восьми последовательных нажатий виртуального квадрата. Таких комбинаций может быть 80 тысяч. Чтобы заблокировать экран, нужно два раза прикоснуться к нему в области статусной строки или на свободной от виджетов и ярлыков части рабочего стола. На грани корпуса механические клавиши отсутствуют. На верхней можно обнаружить разъем для наушников, отверстие второго микрофона и инфракрасный передатчик. На нижней грани находится разъем microUSB и два отверстия, прикрытых сетками. Под левым скрывается разговорный микрофон, под правым мультимедийный динамик. Съемная панель тыльной стороны закрывает всю ее поверхность. Выполнена она из матового пластика с фактурным узором. В крышке проделано два отверстия. Одно для объектива основной камеры и блока клавиш, второе для вспышки. Края клавиш, отвечающих за регулировку громкости, слегка приподняты, что помогает в их обнаружении вслепую. Еще сильнее под поверхностью корпуса выступает глянцевая клавиша питания блокировки. Кнопки громкости имеют короткий и едва ощутимый клик, тогда как для срабатывания клавиши питания нужно приложить больше усилий. Правда и отдача при этом несколько выше. Кроме управления громкостью, клавиши могут выполнять и другие задачи. Например, нажатие верхних клавиш в спящем режиме вызывает приложение QuickMemo. Нижний запускает камеру. При запущенной камере обе клавиши могут быть использованы для фиксации кадра или записи видео. Под съемной панелью прячется аккумулятор емкостью 2440 мАч и три слота, два для microSIM и один для microSD. Качество сборки отличное. Детали вплотную подогнанную друг к другу, корпус не скрипит при сдавливании и не поддается окручению. Смартфон работает на Android 4.4.2 с установленной поверх фирменной оболочкой Optimus UI. Чтобы не повторяться при демонстрации интерфейса Optimus UI, установленного в LG G2 Mini, мы рекомендуем пересмотреть видеообзор смартфона LG G2. Сегодня же ограничимся только отличиями. Работу функции кнопкод мы показали. Среди нового режим экономии, пункт в настройках сим-карт. Суть его работы заключается в том, что для выбранных контактов задается сим-карта по умолчанию. То есть даже при приоритетной второй карточке, нажав клавишу вызова, смартфон будет звонить с первой, если именно она задана в настройках. В вызовах можно задать период времени, через который будет включаться автоответчик. Виртуальные клавиши теперь можно не просто менять местами и делать подложку под ними белой, черной или с градиентом, но и менять отдельно взятые клавиши. Более того, пользователь сам задает нужные ему кнопки. В G2 Mini и в любом другом новом двухсильнике клавиш может быть 5, в односильных моделях виртуальных клавиш 4. В настройках экрана появился новый пункт – яркость при ночном освещении. Основывается он не на интенсивности окружающего освещения, а на текущем времени. Так, с полуночи до 6 утра смартфон автоматически будет снижать яркость подсветки до минимума. Новинка базируется на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 400. Система на чипе содержит 4 процессорных ядра Cortex-A7, работающих на частоте до 1,2 ГГц, и графическое ядро Adreno 305. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, объем встроенного хранилища 8 ГБ, доступно пользователю 3,4 ГБ, которые можно расширить за счет карт памяти объемом до 32 ГБ. Количество доступной оперативной памяти после включения немногим более 400 МБ. В процессе использования этот объем может уменьшаться до 200 МБ. Интерфейс не подтормаживает. Результаты бенчмарка в среднее. Это вполне ожидаемо, учитывая аппаратную платформу. Встроенный видеопроигрыватель поддерживает все популярные типы видео и аудиофайлов. Плеер может работать в полноэкранном режиме или поверх остальных окон. Громкость звука в наушниках высокая, громкость динамика средняя. Музыкальный плеер обладает стандартными настройками и позволяет выбрать один из предустановленных пресетов звука, либо настраивать его вручную. Как и с видео, громкость звука в наушниках высокая. К качеству претензий нет. Работа беспроводных модулей не вызывает нареканий. При первом запуске навигации на поезд спутника выходит около 15 секунд. При повторном запуске менее 5 секунд. Скорость обмена данными в Wi-Fi сети высокая. Качество приема сигнала хорошее, вне зависимости от того, как вы держите устройство. Не возникло вопросов и к качеству передачи речи. Громкости динамика хватает для большинства ситуаций. Звук не искажается. Шумоподавления в настройках нет, зато присутствует быстрый набор. Автономность LG G2 Mini можно назвать хорошей. В Antutu Tester смартфон набрал 663 балла, проработав 3 часа 41 минуту. Результаты приложения GFX Bench менее впечатляющие, но тоже вполне приличные. 233 минуты в режиме игр. В обычном режиме использования около 10 минут разговоров, передача данных в 3G и Wi-Fi сетях, синхронизация двух учетных записей Google, смартфон работает двое суток. Более активные пользователи могут рассчитывать на полтора дня работы. В LG G2 Mini используется 4,7-дюймовая IPS-матрица с разрешением 960 на 540 точек. Между стеклом и экраном присутствует воздушная прослойка. Это, а также относительно низкая максимальная яркость приводит к тому, что на ярком солнце информацию можно разглядеть далеко не всегда. Показатель яркости колеблется в пределах от 4,4 кд на метр квадратный до 310,5 кд на метр квадратный. Контрастность составляет 526 к 1. Это не самый лучший показатель в своем классе. По субъективной оценке дисплей LG G2 Mini вполне неплох. Цвета выглядят натуральными, цветовой баланс ближе к теплому. Как и во всех устройствах LG начального и среднего уровня, в смартфоне отсутствует датчик освещения, поэтому яркость можно регулировать исключительно вручную. В смартфоне установлены две камеры, основная на 8 Мп и фронтальная с разрешением 1,3 Мп. В отличие от LG L90 в G2 Mini есть режим HDR. Помимо этого есть серийная съемка, время снимка и съемка панорам. В настройках можно изменять яркость, тип фокусировки, размер изображения, значение ISO, баланс белого, цветовые эффекты и т.д. Для съемки автопортрета фронтальной камеры в условиях недостаточной освещенности добавили своеобразную имитацию вспышки. Кроме съемки фотографий фронтальная камера умеет записывать HD видео с частотой 24 кадров в секунду. Основная камера записывает Full HD видео с частотой 30 кадров в секунду. LG G2 – это имиджевый смартфон с клавишами на тыльной стороне корпуса. Рекомендованная стоимость новинки – 3500 гривен для интернет-магазинов и 3550 гривен для розничных сетей. За эти деньги пользователя ожидает один из самых компактных смартфонов с 4,7-дюймовым экраном, который может похвастаться хорошей автономностью, камерой, интерфейсом, наличием инфракрасного передатчика, энергоэффективной аппаратной платформой, поддержкой двух сим-карт и актуальной версией Android. Из слабых сторон устройства отметим отсутствие датчика освещения и олеофобного покрытия, а также не лучшее разрешение экрана.